Показывает, что вероятнее всего событие это будет долгоиграющее. Нас в очередной раз с вами пытаются наколоть, и не представляю, какие у них сейчас там тараканьи бега. Друзья, всем привет, Жука Витальевна на связи, и сегодня, как обычно, краткие по делу. Сегодня мы с вами разберем довольно актуальные новости, почему я считаю, что многие, не перепроверив новости про СЭК, начинают наводить панику. Также рассмотрим, какие наиболее вероятные движения нам стоит ожидать от графика криптовалют. Начнем с новости, которая просто уже со всех щелей лезет, то, что CBOE биржа отклонила листинга OneAct и SolidX Bitcoin Trust. Все говорят, что это ужасное событие, но почему-то никто не решил изучить этот вопрос более глубоко. Начнем с того, что инвестиционная компания OneAct отмечает то, что данный отзыв, он временный. Временный. Почему он временный? Нас в очередной раз с вами пытаются наколоть или есть более веские причины для того, чтобы это решение было перенесено. Забегая вперед, скажу то, что OneAct сами отозвали эту заявку, а вот чем это связано, давайте разбираться. Начнем, пожалуй, с термина Shutdown. Shutdown, что это такое? Ну, это очень простой термин. Приостановка работы правительства в Соединенных Штатах Америки. Остановка работы правительства США происходит тогда, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. В это время приостанавливается работа многих органов государственной власти. Людей отправляют бессрочные отпуска. Ну, и действительно, это довольно серьезная штука. Причем причина, по которой сейчас Конгресс Соединенных Штатов и президент не могут прийти к общему знаменателю, довольно проста. Когда Дональд Трамп занимался своей предвыборной кампанией, он пообещал, что построит стену между Мексикой и Соединенными Штатами Америки. И сейчас ему нужно финансирование на этот проект. 5,6 миллиарда. Самое смешное, что за время этого шатдауна правительство Соединенных Штатов уже потеряло. 24 миллиарда, то есть в 4 раза больше. И до коих пор будут эти политические войны, никто и не знает. Но, по крайней мере, кризис, который у нас уже на фондовых рынках происходит, показывает, что вероятнее всего событие это будет долгоиграющее. Ладно, мы немного с вами отвлеклись. Напомню вам то, что СЭК, комиссия по ценам, бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки, это агентство правительства США, которое является частью высших федеральных органов власти. И находится в юрисдикции федерального правительства. Не представляю, какие у них сейчас там таракани бега, но явно шатдаун сейчас поважнее One Act Solid X Bitcoin Trust. У СЭК есть постановление и план на то, как они будут существовать во время шатдауна. И они его придерживаются. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Все эти файлы есть в открытом доступе на сайте комиссии по ценам, бумагам и биржам США. И почему отклоненная заявка на самом деле не повлияла на курс? Да все очень просто, One Act сами отклонили заявку до лучших времен. И как только ситуация будет спокойна, они опять подадут ее и опять начнут спекулировать на этом. Нынешняя же ситуация обусловлена действительно непростым положением дел в США. Вот так вот. Чтобы не отходить от фонда, сразу хотел бы с вами поделиться довольно интересным интервью Аден Фридман относительно криптовалютных и традиционных торговых активов. Кто не в курсе, Аден Фридман – это генеральный директор биржи NASDAQ. Она затронула довольно интересные вопросы, утвердила то, что на фоне государственного долга Соединенных Штатов Америки, также грядущего экономического кризиса. Сейчас все идет к тому, что прогнозы на TradingView все нисходящие. Новостной фон для обывателя формируется довольно негативный. Акции и облигации уйдут на второй план и не будут приоритетными инвестиционными инструментами. А приоритет будет отдан активам, которые имеют ограниченное предложение. Драгоценным металлом – криптовалютам. Я считаю, что слово в индустрии довольно значимо. Если на высокотехнологичную биржу NASDAQ придут такие активы, это будет очень хорошим толчком для роста этих активов. И я считаю, что это не просто слово, потому что отрицать полезность криптовалютных взаиморасчетов в экономике – ну просто глупо. Если вы считаете иначе, жду вашего обоснованного мнения в комментариях. Как вы думаете? Нет, правильно, вы ведь эксперты, ну или вроде этого. Единственное, что нужно, чтобы криптовалютные активы масштабировались. Но я хотел бы обратить внимание, что Lightning Network действительно очень неплохо развивается. И вообще, рой этот вопрос, вообще считаю, что, наверное, стоит начинать открывать свои цепочки Lightning Network. Заморочить созданием ноды биткоина. Это довольно интересный вопрос, я планирую им заняться. Соответственно, в последующих выпусках расскажу более подробные соображения по этому поводу. Теперь краткий разбор и прогноз по эфириуму. Другие активы я не буду брать, потому что топ-активы плюс-минус находятся в той же ситуации. Да и торгую вообще сейчас в основном на эфире. Соответственно, те, кто отслеживает мои ордера ВКонтакте, кстати, те, кто о нем не знает, ссылку вы можете найти в описании, видели то, что я решил прикупить эфириум. Купил эфириум на уровне 118 долларов. Объясню почему. Каждый раз, когда мы с вами пытаемся пробить поддержку 117, мы встречаем покупателей. Причем очень агрессивных покупателей, которые нам за этот уровень просто никак не дают выйти. Плюс я хотел бы обратить общий фон. То, что абсолютное большинство аналитиков прогнозируют падение. Возросло количество шорт-позиций. Но на этом фоне мы видим очень большие объемы на откуп зоны 117 долларов. И к ней нас реально не подпускают. Что дает мне возможность предположить, что мы можем ожидать спекуляцию. Спекуляцию как минимум в уровень 120 долларов. По крайней мере, это будет логичный снос стопов шортистов. Но общий фон и агрессивные объемы на закуп дают мне понять то, что данный уровень мы пока будем держать. Будем ли двигаться внутри этого канала или будем выходить выше, пока вопрос. Но то, что пойдем к уровню 120, возможно, 121, я считаю, что в данной ситуации наиболее вероятно. Чтобы не пропускать новые выпуски, обязательно ставьте колокольчик. Работаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова